С чего начинается любой модуль? Любой модуль начинается с процесса установки. Пока модуль не установлен в системе, вы им пользоваться не сможете. Следовательно, первое, с чего разработчик модуля должен начать программировать модуль, это процесс установки. Точнее, программировать нужно сразу три вещи – процесс установки модуля, процесс удаления и объявить основные параметры модуля. Основным файлом, который отвечает за эти вещи, установка удаления и параметры модуля, является индекс PHP, расположенный в папке модуля Install. Программист должен сам программировать процесс установки и удаления модуля, используя методы Btricks Framework и определенные правила. Обычно в самом начале файла объявляется набор псевдоним для основных классов, которые будут использованы в данном файле. Зачем это нужно? Дело в том, что имена классов вместе с namespace очень длинные. То есть обычно вывод и языковой констант у нас будет выглядеть как метод getMessage класса BtricksMainLocalizationLog. А данный метод у нас используется по файлу десятки раз. Поэтому, чтобы сделать код более компактным и упорядоченным, мы объявляем псевдонимы для всех используемых namespace. Вам не обязательно сразу все покрыть, вы можете добавлять псевдонимы по мере того, как они вам будут нужны. Единственное, следите за тем, чтобы в результате у вас не оказалось несколько одинаковых псевдонимов из разных namespace. И да, мы теперь при работе с D7 будем повсеместно использовать псевдонимы. В файле install.index.php мы должны создать класс, который, первое, наследуется от класса Cmodule. Второе, должен иметь определенное имя, которое представляет ID модуля, где точка заменяется на знак подчеркивания. Это обязательное требование, иначе у вас не будет корректно работать модуль. Вы просто не увидите его в списке модулей. И вся наша последующая работа будет выполняться в данном классе. Об этом далее. Важный момент про локализацию. Используйте в обязательном порядке только языковые константы, не пишите выражение прямо по месту. Подключаем языковые файлы методом loadMessage класса log, а также выводим языковые сообщения методом getMessage класса log. Я могу вам дать рекомендацию. Все языковые константы приводить к следующему виду. Имя партнера, имя решения, осмысленный краткий текст, заменяющий фразы на английском языке, все пробелы, а также точки в ID модуля заменить надо на подчеркивание. И все это в верхнем регистре. Следование таким правилам избавит вас от возможных конфликтов с другими языковыми константами. А мы помним, что у нас имена языковых констант идут через всю систему глобально. И подобный вид имен языковых констант применяется в Bitrix Framework. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу обратить внимание на то, что это важный файл. Его используют системы для своих нужд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернемся к файлу индекс.php. Вы можете в классе модуля объявить свои переменные или константы, которые вам понадобятся. Например, мы тут объявили переменную, о которой я вам расскажу позже. Класс Cmodule имеет набор переменных, которые описывает модуль и которые вы обязаны заполнить. Самое лучшее для заполнения этих переменок – это конструктор класса. Первым делом подключаем файл version.php. Таким образом, нам в конструкторе класса становится доступен массив R-ModuleVersion. Но на случай, если данный массив у нас не заполнен, мы выше подключения файла инициализируем этот массив, чтобы в дальнейшем при обращении к нему у нас не было даже предупреждения на уровне PHP. Ну а теперь пройдемся по переменам модуля. Первым идет модул ID. Это ID модуля. По факту это имя папки. Здесь вы указываете значения. Далее идут модул version и модул version date. То есть версия модуля и дата последней версии модуля, значения для которых мы берем из файла version.php из массива R-ModuleVersion. ModelName – это имя модуля. Но это уже имя модуля, которое видит человек. Поэтому здесь применяется языковая константа. Это имя видит администратор в списке модулей. ModelDescription – описание модуля. Также используем языковую константу. PartnerName – имя партнера, создавшего модуль. Если вы самостоятельный разработчик модуля разрабатывает не в рамках компании, то можете здесь, например, указать свое имя. Также эта информация выводится в списке модулей. PartnerUI – адрес сайта партнера. Также тут лучше применять языковую константу. Это, кстати, можно использовать с толком, например, отправляя на англоязычную версию своего сайта людей, которые перешли с админки, где был включен английский язык. Теперь давайте я вам покажу, где все эти параметры отображаются в админке. Вот указан ID модуля. Также на уровне кода это, по сути, имя модуля, который вы везде будете использовать. Вот версия модуля и дата этой версии, который обозначен как дата обновления. Вот имя модуля, а под ним описание. А это имя партнера и имя выполнено в виде ссылки. Адрес ссылки мы указали как адрес сайта партнера. Также имеется еще дополнительный набор параметров, которые вы можете использовать. Show Super Admin Group Rights. Если параметр установлен в Y, то будет показываться группа администраторов в списке групп на странице настроек модуля на вкладке доступ. Но эту вкладку вы еще должны запрограммировать. Об этом я расскажу вам позже. Модул Group Rights. Если установлен Y, то модуль будет показываться на странице редактирования групп пользователей на вкладке доступ. Продолжение следует...